Добрый день, уважаемые любители шахмат! С вами Грассмейстер Владимир Тобров и сегодня мы разбираем пятые и шестые партии матча на первостном меру, проходящем в Лондоне. В пятом туре Каруана, уже в известном нам варианте Рассалима, решил удивить чемпиона вариантом с ладья Е1, редким вариантом на топ-уровне, тем не менее достаточно ядовитым. После Е5, что является одним из главных продолжений, самых крепких, самых надежных, устанавливающих контроль над центром, Каруана решил побаловать публику и заодно проверить знания Карлсона в варианте Б4. Б4 ход достаточно интересный, по сути дела это уже гамбит. Ход, как я знаю, упоминался в книжке Михаила Голубева, в том числе, и вариант в принципе возможный. Коньбит Б4. Магнус отреагировал достаточно просто. Скажу лишь, что после ЦБ А3 существует ход Б3, как так играл Александр Крещук против Бакро в серии Кран-при в прошлом году. И добился успеха. Но коньбит Б4, весь вариант носит форсированный характер и получилась следующая позиция. А6, А3, АБ, АБ, размены и достаточно логичный ход Д6. После чего белые отыгрывают пешку, но черные успевают закончить развитие. Конь Е7, ферзь Е2 и четкий ход Б4. После чего, по сути, говорить о каких-либо перевесах в этой позиции достаточно сложно. Полагаю, что именно здесь Каруана немножечко подзабыл, что здесь надо делать. А именно, он сыграл Ферзь С4 и после хода Ферзь А5 позиция возникла достаточно скучная, сырая и даже в некотором роде небезопасная для него. Ну, во всяком случае, так казалось со стороны. Последователь ход СД, слон Е6. Магнус играл очень быстро. Пожалуй, эта позиция ему была знакома. Ферзь С7, Ферзь БЦ7, ДЦ, Конь С6. Можно обратить внимание, что черные хорошо развились. Здесь у них два слона, пешка на С7 падает после хода Король Д7, подтягивается ладья. Что, в общем-то, и было в партии. Ходы достаточно простые для восприятия. С3. Надо как-то возвращать слона А1 в игру. И после Короля Д7, СБ, ладья А8. Еще один хороший ход. Слон С3. У черных было два момента для того, чтобы организовать перспективную позицию. Этот первый момент был именно здесь. Черные могли сыграть сразу Б5. Таким образом, фиксируя пешку на Б4. И в дальнейшем атакуя ее путем слона Ф8. Создавая достаточно неприятные моменты именно для белых. Возможное вторжение ладьи на А2 или на А4. Также, следующий момент, который возник в этой партии. Король Ц7. Д3 был именно здесь. Опять-таки, был тот же самый ход Б5. После которого, на мой взгляд, и на взгляд многих профессионалов, у белых возникали практически проблемы. Несмотря на то, что у них сейчас лишняя пешка. Играть здесь с белыми достаточно неприятно. Но, полагаю, что все-таки еще за рамки равенства позиция не выходит. Но, нужна действительно крайняя аккуратность. Но, вместо этого, чемпион пошел король Б6. Надеясь на то, что после короля Б5, конь Б4, черный сразу примется за дело. И, по-человечески, его понять можно. Но, этого недостаточно оказалось. Особенно, после четкого хода слона Д2. Слон таким образом освобождает пулу для коня. И конь сразу же ринулся на Д5. По сути дела, после этого хода партия завершается. А именно, после форсированных упрощений. Несмотря на то, что черные даже выиграли пешку. Этой позиции недостаточно для чего-то большего. Так как движение пешек королевского фланга ограничено. Активная ладья компенсирует все трудности. Итак, пешку отъели. И, в общем-то, на этой позиции последовало соглашение на ничью. Во второй партии Магнус играл уже белыми. И было очень интересно, какой же ход на этот раз он... Какой же вариант он будет использовать. И в этот раз он использовал достаточно интересный вариант. Связанный с русской партией. Не 4, а и 5. То есть, и 5 было ожидаемо. И, в принципе, ничего здесь особенного не происходило. Разве что вот конь Д3. Достаточно редкий вариант. После достаточно простых ответов. Хотя, конечно, позиция уже, можно сказать, сказочная. Подробности здесь мы не будем лезть. Могу лишь сказать, что обычно так играли любители. Возник практически форсированно. Следующий вариант. Сыграл конь А3. Какое-то коневое танго. Ничего здесь непонятно. Тем не менее, возник равный Эдшпиль. То есть, по большому счету, без ферзей. Магнус, видимо, делал ставку, что он сможет запутать Каруана. Но в итоге оказалось немножко наоборот. Пришлось тратить время на перевод коня с А3. И, казалось бы, в равной позиции все дело шло к тому, что быстро все закончится. И, по большому счету, так оно и было. Но Каруана сыграл Ц5. Немножечко показал, что готов еще поиграть в эту позицию. Так как белые фигуры немножко дискоординированы. Тем не менее, последовали еще несколько таких уплотняющих ходов. Конь Ж2. ЦД, ЦД, ладец С8. И мы видим, что черные фигуры более мобильны в этом случае. Слон Б3, конь С6. Теперь черный конь направляется в район поля А5. Где он может поработать со слоном из поля С4. В то время как белому нужно еще некоторое время для координации. Слоны Ф4. Что они не делают? Конь А5, ладец С1. Слон Б4. И после слон Д1. Возможно, здесь белому стоило все-таки решаться на подобную позицию. И уравнивать в ней. Но так не последовало. Последовал ход слон Д1. Конь С4. Немножко черные вторглись. После размена, казалось бы, партия идет к ничьей. Однако, мы видим, что пешка на Д4 слабенькая. И черная фигура вокруг ферзьевого фланга чуть больше. Соответственно, нужна крайне большая аккуратность. Конь Е3. Конь С3. Никаких разменов. Слон С2. И черный подготовили ход слон Е6. Затем работает с пешкой А2. Слон А3. Еще один очень точный и классный ход. Слон фиксирует пешку А2. Параллельно присматриваясь к пешке Д4. Слон Б8, А6, Ф4. Все это происходило достаточно разумно. И вот в этой позиции можно сказать, что каруана уже имел небольшой плюс. Слон Д1. И очень важный ход слон Б2. Слон пристал к пешке Д4 косвенно. И после слона Х5, конь Е4. Черные съели центральную пешку. Организовывая таким образом опасную пешку Д. В этом случае каруана был настроен решительно. Но Карлсон отреагировал не менее хорошо. А именно он нашел идею жертвы фигуры. Жертвы фигуры и казалось бы три пешки. Упрощением. Однако все не так просто. Белые теряют одну из пешек. Они потеряли ее. И вот эта позиция казалась бы ничей. Так оно в принципе и было до поры до времени. И все в общем-то думали, что здесь ничего произойти сверх не может. Но вот случилась следующая позиция, в которой достичь какого-то прогресса непросто. Карлсон решил установить крепость. Пошел А5. После слона опять ЖФ, ЖФ, король Ж6. И на самом деле это так. Это настоящая крепость. Белые здесь ничего совершенно не должны делать. Ходить только слоном по полям этой диагонали. И в принципе главное не зевнуть его. Но случилось следующее. Казалось, что какие-то нюансы должны быть. И по большому счету они и произошли. Забегая вперед. Значит пешка встала на Н5. Потому что ей пришлось бы встать все равно на Н5. Так как бы ее попросили. Ходом слона Е1. И после слона Д2, слона А2. Конь Ф3. Слон Д5, конь Д4. В этой позиции белые осуществили грубейшую ошибку. Которая могла привести к поражению. Фантастическая позиция. На самом деле этюдная. Это ход король Ж6. После хода слона Е4. Достичь дальнейших каких-либо улучшений позиций невозможно. А после король Ж6 у черных был потрясающий совершенно момент. Для организации Цукцванга. Это ход слон Ж5. И на слон С4, как было в партии, пожалуй, был очень мощный ход слон Х4. Этот ход на седьмом часу игры Круана не поднял. А пошел конь Ф3. После король Х7. Конь Е5. Слон Б3. Позиция закончилась. Завершилась ничью. Партия завершилась ничью. Ну что же. В чем же была идея после хода слона Х4. После слона Х4 возникала совершенно феноменальная позиция. Белый слон неожиданно попадает в Цукцванг. То есть, точнее, не то, что даже белый слон, а сами белые. Потому что король привязан к пешке. Слон привязан к полю Ж8 и к пункту Е2, через который может попасть конь на Ф4. Занимаясь пешка Аш. После слона Х5 черные направляются на пункт Ф4. Слон Ф3. И здесь феноменальный ход конь Ж1. Который позволяет именно черным продолжить вторжение на это поле. Сразу тут не было никакого смысла играть. Но вот именно сейчас самое оно. Слон Ж4. И после король Ж8 возникала именно эта позиция Цукцванг. Король Х6. Слон Ж3. Король Е6. Слон Е5. Выясняется, что пешка Аш вынуждена идти вперед. Иначе просто белые получают мат. А после движения пешки Аш эта пешка форсированно теряется. Слон Д4. Х7. Король Х8. Выясняется, что опять-таки у белых нет ничего лучше. Слон привязан к коню. А король к пешке Аш. Король Х6. И таким вот образом слон опять возвращается на поле Ж5. Выясняет, что эта пешка ее защитить невозможно. Слон теряет позицию. Конь возвращается на Ф4. И после чего падает пешка Аш. А затем и пешка Ф. Вот такой вот шанс впустил Круана. И по сути дела был близок сегодня к этому моменту. Моменту важной победы перед выходным. Ну что же. Посмотрим, что будет в следующей партии. Напомню, что завтра уже выходной. И через день Магнус начинает белыми. Таким образом. Будет ли он играть коню в 3. Будет ли он повторять русскую партию. Неизвестно. Но можно лишь констатировать одно. То, что белые в этом матче ничего не добиваются. С вами был Владимир Добров. Желаю вам хорошего дня. И всем успехов. Играйте в шахматах. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok